добрый день добрый день дорогие друзья передача это которая сейчас идет она идет в записи эта передача и она идет только лишь потому что мы сейчас находимся в комнате вдвоем с психологом доктором наук эзотериком ученым еленой смирновой которая решила сообщить мне информацию информацию которую она получила свыше и мы сейчас для пользы дела как говорится и для сохранности этой информации пока ведем ее в режиме записи после того как она будет закончена на она будет отдана на рецензию ревизию доктора елены смирновой которая скажет что можно выпускать что нельзя повторяют только лишь в целях защиты может быть лично моей и может быть центра сангейтс елена я рад приветствовать вас да добрый день ну эфир у нас так сказать импровизированный спонтанный ну давайте вы тогда я в общих чертах знаю информацию я не знаю этой детали поскольку она для меня тоже новая и очень серьезная как мне кажется да я в том что пару недель назад я делала вашу ауру так же как и остальным слушателям нашего канала и у меня появилась возможность сравнить она сразу ваша аура меня произвела впечатление некоторыми знаками я могу сейчас сказать эти знаки назвать первые это наличие необыкновенно странной защиты которая выглядела как стеклянный купол вокруг ауры и вокруг всех ее синие яиц летящихся я не не вполне понимала происхождение этой защиты как долго думала ну в общем поделилась с вами мы так поговорили не до конца мне было ясно потому что я не имела по своим по своей статистике какие знаки раньше вот и второй момент это то что аура сама по себе имеет форму довольно гармоничную такая заполненная на и есть в некоторых местах выступают больше чем средняя норма больше чем сто процентов сто десять процентов выступают в некоторых местах ауры вот они касались но некоторые из то личных может даже интимных моментов связанных со своими родственниками и так далее что саму по себе очень интересно из мы из прошлом но там был еще момент связаны с будущем очень большой из по некоторым чакрам были большие выступы а говорящие у некоторых планируемых шагах и я тогда еще уточнила у вас что вот вы планируете какие-то необычные там мы вышли сказали или нет особенно ну и я подумала что надо дальше размышлять спрашивать поскольку в своей методике я использую канал связи с высшими силами частности с иерархией скажем так во время работы я принимаю позицию абсолютной пустоты и насколько могу абсолютно чистого источника прохождения информации и вот так она идет я ее дальше провожу через аппарат и понимаю что это не моя информация скажем так и тут вот через неделю я могу кстати показать эту ауру и эти моменты которые пожалуйста да я могу показать это вы сами я хочу уточнить просто моя обновить наша память потому что мы же с вами вместе смотрели эту ауру тогда и обсуждали вот во первых сама по себе картина этой ауры хорошая такая гармоничная она говорит о том что человек состоянии тогда все центры открыты работают скажем так хорошая такая полная норма ну вот здесь вот есть момент например по верхней чакры вот справа вот эти вот верхнюю чакра на состоянии нижней захватывать и с верхней вот с ажи начиная они связаны с работой с незнакомыми людьми с обществом с незнакомыми людьми ну они конечно могут быть и друзья коллеги но в принципе это не родственники это вот такая вот очень активная позиция с окружающим миром и среди незнакомыми вот здесь вот это поступает и при такой позиции тела это все-таки будущее это какие-то на будущее какие-то шаги вот вы тогда точно не смогли мне сказать что вы планируете из чего я предположила что за вас кто-то планирует но не совсем так я знаю что я планирую я знаю для чего это делаю но они настолько планы вообще-то говорят какие-то такие глобальные то мне не хотелось показаться каким-то таким великим планирователем поэтому но то что вы говорите сейчас раз уже подтверждена точнее та информация которая вам приходит это подтверждает я могу сказать да планы действительно грандиозно я бы так сказал теперь уже я могу сказать а как-то раньше мне показалось ну что ли не скромным хотя как бы не очень такой скромный но тем не менее понимаете какое дело вот в ауре можно различить это планы человека или это планы которые он реализует потому что ему кто-то дает дополнительную энергию в данном случае вот я еще раз показываю связано с прошлым например вот здесь выступает аура за пределы ста процентов хоть это и прошлое но все-таки эта энергия накоплена она ждет работы и точно также здесь вот если посмотреть на будущее тоже здесь вот энергии больше чем сто процентов тоже и вот когда мы говорили об этой странной защите вокруг яйца мы тогда оба видели свечение на ауре собственно на дисплее и вообще на мониторе что сам по себе странно что он начал светиться просто откровенно начал светиться это изображение ну я вам хочу простите что я вам хочу сказать что я и сейчас вижу оба хотя это уже прошлое но я вижу оба абсолютно точно его вижу я если расфокусируюсь да я его вижу более того он заходит даже в левую но для меня в левую часть заходит за пределы экрана ну вот я вижу желтые тот самый оба значение за пределы экрана за пределами экрана но вокруг вот это верхней границы вокруг этого яйца я вижу оба на расстоянии может быть но пол сантиметра наверное но вот вспышки туда влево уходит вообще за пределы экрана да я тоже вижу сейчас но значительно меньше чем это было в первый момент потому что в тот момент когда я делаю замер я в потоке нахожусь фактически это не не моя информация и я поэтому в этот момент видела что этот поток идет я увидела на этой картинке но так дальше если посмотреть на чакры у нас получается что три чакры раскрыты на сто процентов верхний вот сердечная вишутка аджна но сахасрара слегка заказок закрыта киписки у нее завернуты и меня это удивило я тогда стала размышлять ну собственно вверх я задала вопросу что это такое и ответа я не получила то есть гипотезы были какие-то вот но я стараюсь гипотезы не излагать потому что если в чем-то не уверена вот но вот через неделю меня странный ответ очень пришел поэтому я с вами связалась и хочу так поделиться это конечно информация очень лично очень поэтому это ваше решение или вы будете это как-то выкладывать или не будет это ваше решение вообще аура это очень такая вещь личная интимная человек имеет право никому и не показывает это вообще аура человека это канал входа в его собственной информации персональный поэтому вещь такая серьезно надо ответственность такую большую нести и человеку который делает ауру человек который и получает вот поэтому вот должны сами значит через неделю вот мне пришла такая информация вот она один раз пришла я сильно стала размышлять но потом она повторилась и вот я сегодня все-таки получила какие-то детали поэтому я с вами и решила связаться и поделиться по поводу все таки даже не ауры а вообще я бы сказала место сейчас или позиции ваши по отношению к этим верхним потоком потому что в вашей ауре странная защитная защитная оболочка не ваша сверху кто-то вас защищает очень сильно и не просто вас лично а то что вы делаете что вы планируете делать в будущем я спросила вот в связи с чем идет эта защита таких высоких сущностей потому что это сущности находящиеся и существующие выше чем бутхические вот и такая пришла информации что центр ваш деятельность его под большим наблюдением сверху иерархии светлых сил короче под колпаком да вот под колпаком который мы увидели во время съемок ауры вот и это деятельность под наблюдением но вот в этом году в 18 деятельность ваша стала расширяться и потому что пошли очень сильные энергии сверху интенсифицируя деятельность вашего центра вам конечно может показаться странным и вообще каждому человеку кажется странным когда ему говорят что его деятельность фактически не совсем его деятельность в данном случае получается так то что вы делаете с вашим центром то не совсем был это иерархия очень четко очень конкретно посылает определенные типы энергии высокочастотных для того чтобы использовать использовать ваш центр для планов планов которые известны наверху иерархии в шамбале потому что иерархия это вторая второй тип излучений космических а шамбала первые и первый тип излучений знает план бога а мы все план бога не знаем мы только его отблески иногда чувствуем и вот этот план бога проводится из шамбалы который узнает через иерархию света которая представляет из себя верны вознесенных владык людей как вы прошли пять посвященных человеческих и уже полугодия через них идет эта энергия сейчас на землю очень сильно и очень конкретно исполняя план а план этот мы можем понимать вот мы простые люди мы его можем понимать исходя из пространства и времени из наших конкретных вот трехмерного пространства нашего трехмерного измерения вот того что мы руками ногами ощущаем и для нас это собственно приходящий водолей приходящая новая эпоха астрономическая и у нее есть свои характеристики и свои планы и вот было четко показано мне что центр он исполняет некий план очень необычный он связан с экспериментом который проводится силами света этот эксперимент помогает понять людям к чему мы идем и на примере вашей платформы мы очень как маленькими шагами день за днем неделя за неделей раскрываем этот план который людям может быть понятен просто через глаза уши что они слышат и через то что они видят и чувствуют что происходит на в центре сейчас таким образом происходит работа прежде всего вот этот план звучит так что во время новой эпохи которая будет длиться две тысячи лет примерно чем больше люди изменят взгляд друг на друга и должны научиться с помощью сверху должны научиться новым отношениям эти новые отношения говоря простым человеческим языком должны объединять людей и находиться на уровне их душ то есть души у всех людей а душа у всех людей единая мы просто ее части но мы не умеем общаться друг с другом на таких высоких уровнях как душевные отношения как чистые бескорыстные альтруистичные правильные божьи отношения мы не умеем у нас есть идеалы они пришли из прошлого мы представляем что такое может быть но мы реально этого практически не делаем а что мы делаем в быту это мы разделяем друг друга конкуренция там соперничество постоянное мы видим это и в спорте и в бизнесе и ну везде несчастью со слезами наблюдаем мы это видим в той сфере которая медицина образование и в среде даже между людьми которые ну себя называют учителями через которых проходят идеи света даже среди них есть конкуренция и среди них есть битвы что тоже вообще ну просто ужасно потому что если мы не поймем что происходит мы следующего шага не сделаем так вот чему нас хотят научить нас хотят научить единство очень действенному не просто разговору и разговору про идеалы а нас хотят практически конкретно научить как можно создавать поведение и жизнь на уровне душ или на уровне ну совсем высших высших высшего поведения такого почти божественного люди могут но не делают как учиться это и вот они хотят у учителя наши мастера вневременной мудрости они хотят научить нас делать такие группы или научиться жить такими группами в которых мы бы работали работали на какую-то общую идею работали как только в чем-то общем и попытались найти от разницы между нами а как это научиться вот были попытки в начале эпохи водолея создавать группы закрытые эзотерические но они не смогли вот например когда теософское общество создавалось хотели же его сделать как просто такую группу через которую бы шла информация людям но главатская умерла и безон заняла ее место и они начали заниматься политикой очень активно и после этого вся идея теософского общества рухнула потому что что такое политика ну собственно политика это и есть разделение причем на самом высоком и самом мощном и самом правовом уровне потом были другие попытки у иерархии делать группы групповые отношения такие чтобы создать групповую душу но вот пока что не удалось но к сожалению пока не удалось и вот они сейчас предпринимают попытки создать группы нового типа это это совершенная фантастика потому что получается что то что делает сейчас центр сангель это как раз та платформа на которой единственной в мире предпринимается попытка создать групповые отношения между людьми на уровне душ при том что физические люди не представляют из себя группы я прошу прощения вопрос вы сказали единственный в мире то есть единственный в мире дело в том что последние сто лет были попытки со стороны иерархии создавать групповую душу внутри эзотерических групп такие небольшие группы эзотерические они сейчас существуют в крупных городах мира и там люди очень активно пытаются объединяться на основе информации которую они берут из книг и источников а кто продвинутый они получают информацию сверху от мастеров от иерархии получают но они не могут это реализовать потому что когда они физически друг с другом общаются обязательно входит разведение появляется конкуренция появляются те которые считают себя выше лидерами руководителями и так далее а в этих группах есть правило такое создать общую душу которая бы существовала в другом измерении более высоком чем физический и астральный план для этого нужно чтобы в группе не было структуры чтобы там не было руководителя который бы подчинял себе кого-то еще они пытались иерархия еще на примере круглого стола у рыцаря у рыцаря кто у нас там был рыцарь рыцарь круглого стола впервые ему понятно артур по моему его звали да это чисто англо-саксонская идея потом наросла но сначала давала себе идея им что существует круглый стол в котором не должно быть руководителя даже если он царь но эта идея не прижилась хотя сейчас используют круглый стол там ЮНЕСКО я не знаю где они когда собираются вот но сама только идея а по реальности не получается и вот получается что вот этот центр это единственный сейчас в мире эксперимент в котором пытаются создать группу нового типа среди тех людей которые физически друг с другом практически не связаны но они имеют общее представление о том что такое единство ну вот я к примеру приведу у вас у вас в центре приглашаются люди ну мы назовем так духовно продвинутые люди которые имеют идеалы совпадающие друг с другом и вы этих людей приглашаете не всегда к себе в студию вы же по старту соединяете фактически вы просто тот организатор который соединяет нити вот этих душ разных людей которые существуют в разных точках мира при этом физически эти люди опять же друг с другом не связаны они через войска через координатора через свои нити они могут друг с другом общаться но напрямую ведь они не общаются но если приходит человек со стороны как слушатель и он смотрит передачи одного другого третьего он связывает у себя в душе и в голове вот эту идею единства и даже через свои глаза когда он видит и через уши и через свое сознание когда он все это обдумает он оказывается втянутым и привязанным вот к этой нити к этой паутине паутинь вот этих нитей связывающих ну вот пуповины их называют там так хорана мы будем называть их пуповинки такие пуповинки между душами всех людей которые прошли через ваш центр даже один раз они все равно остаются связаны и если бы мы поднялись наверх там в черную бездну куда-то в более высокие слои где энергии более частотные такие где все более ближе к богу и все более правильно взаимодействовать друг с другом если бы мы туда поднялись и посмотрели вниз то мы бы увидели что ваш центр представляет из себя арену в которой организованно гармонично красиво как и полагается в космосе соединяются люди из разных точек мира которые достигли определенного уровня улицы то есть если бы не было такой платформы если бы не было такого человека как вы который взял на себя эту миссию то эти люди были бы разобщенные они бы чтобы соединиться друг с другом должны были бы искать более сложные пути ну как ну в интернете почитать поискать какие-то статьи ну зацепиться умом за какую-то фамилию ну попытаться как-то сменой а как найдешь в интернете сейчас странная вещь очень много анонимной информации люди выкладывают тексты как будто бы наполнены фактами но во-первых ссылки неверные неправда а во-вторых анонимный источник то есть человек свою фамилию называет имя скрываются все люди или ники дают свои какие-то совершенно абстрактные то есть почему человек ведет себя как аноним почему он скрывается вот так вот задуматься значит он что-то что-то он скрывает или он чего-то боится так вот это как раз странная позиция для 90 процентов людей которые живут старыми правилами они не принимают и не понимают правил водолея правил новой эпохи если человек открыт и если он работает на свет чего ему бояться вы знаете ну первое как ни странно я не испытываю чувство неизмеримой гордости от того что вы знаете центр сангейт как бы в мире не испытываю а испытываете что тяжесть нет тяжесть от того что это большая нагрузка и большой вызов и большое напряжение колоссальная в общем то но это тяжелая вообще задача она конечно радость достает но это же ужасно тяжело я понимаю но сейчас только я начинаю понимать что а ведь инстинктивно я понимал многие вещи очень давно я просто сейчас понимаю почему я их понимал тавтология такая да но дело в том что я чувствовал просто неизмеримые возможности и они остались то есть я знаю и как я лично функционирую и сейчас это аура как бы показывает теперь я понимаю что есть да мне не один раз говорили что есть защита она может быть разная защита вот скажем так я понимаю вот у нас есть типа скафандр какой-то да но он может быть знаете такой такой скажем конструкция его материала может быть жесткая а может быть мягкая то есть мы берем камень и кидаем в этот скафандр и так или иначе он внутренне проходит но он может потому что это мягкая поверхность он может прилететь удариться и упасть вниз но он может очень четко лететь обратно прямо туда куда он полетел вот я по своему желанию могу менять структуру этого скафандра то есть я могу сделать так что он полетит и упадет я могу сделать что он дальше не пойдет то есть ну защита так или иначе есть защита но я могу сделать так что он и отлетит вот а но чувство вот этого того что вы сейчас рассказываете оно только сейчас для меня подтверждается то что я как бы чувствовал и ранее вот более того я сейчас могу какие-то вещи собственно говоря тоже я просто не хочу у меня миссия как бы я считаю другая чем соединяться связываться что-то проверять я как бы и так внутри это знаю вот но тем не менее как человек как материальное существо я естественно могу ошибаться но да это серьезные так сказать на меня накладывает обязательства вот но хорошо то что люди ведь которые находятся это же люди которые я говорю я могу перед ними снять шляпу и преклониться потому что они понимают о чем идет речь и это очень и очень редко и оно не завязано таки да я считал правда что в рамках я всегда читал в рамках западного мира я имею ввиду за пределами востока то есть отделяем весь западный мир от Индии скажем и Китая ну с другими там какими-то регионами вот это все как бы запад а там восток и вот мне казалось всегда что просто непонимание ну слава богу я стал посещать вот эти вот восточные страны и стал понимать что оказывается есть еще и другая сторона медали вот поэтому те люди которые приходят сюда они как минимум этого понимают и это очень здорово у меня к вам все таки вопрос может быть вы продолжите я прошу прощения что перебил но у меня вопрос такой вот таких аппаратов скажем довольно много но какой-то какой-то вот у вас особенный такой аппарат я такого не встречал да у меня в офисе находится серьезный аппарат и очень не дешевый кстати а который меряет эту ауру но он меряет так сказать вы сказали такую терминологию вы пошли не снизу а пошли сверху когда запросили разрешение на съемку поскольку вам не давали даже разрешение на съемку моей ауры то есть вы запросили это разрешение да да я дал да вы делали так вот в чем отличие и опять же ваш прибор работает по 42 точкам что это за 42 точки и что это за подключение сверху в отличие от снизу ну я как бы понимаю но тем не менее объясните чтобы это было понятно ну не только мне а всем 42 биологически активные точки какие биологически активные точки 42 42 биологически активные точки они напрямую связаны с чакрами разработал их болгарский ученый влахов и это была разработка вообще методики в тот период когда была война холодная между западом и западными странами и нашим советским блоком и в болгарии было предпринято в службе госбезопасности решение выделить большие средства на то чтобы создать такую методику которая могла бы обнаружить у человека мельчайшие крошечные любые изменения в случае воздействия на него речь шла о воздействиях любого характера и физического и в тонких мирах по семи уровням то есть воздействие на человека и на эфирном и на астральном и на каком угодно на самых высоких уровнях воздействие могло быть показано этой методикой и вот эта методика была засекретена очень долгое время и потом когда рухнул условно можно сказать прекратилась война холодная но мы же все понимаем что она никуда не прекратилась но была такая щель мировая в мире когда казалось что уже нет такой войны холодной и тогда вот эта методика она вышла из статуса секретного стала доступна но я внесла некоторые изменения о которых я не хочу сейчас говорить по многим причинам и в момент когда я снимаю эти показания я подключаюсь вертикально к иерархии света у меня есть предмет который он откуда и я через этот предмет подключаюсь я не хочу детали рассказывать по многим причинам не надо у меня вопрос был как раз совсем другой что так сказать целом отличает конечно в общем далее нет смысла а нет не надо рассказывать тем более что точно говоря уже смысл понятен можно наверное много чего говорить ну я могу сказать вот что по поводу этого ну я рад соответствовать когда я сказал что они испытывают чувства неизмеримой гордости своей персоной я сто процентов это и имел ввиду я не лукавлю уже очень давно вот с момента посещения экзотических можно говорить стран то что это налагает ответственность и серьезную я это понимаю вот я также не испытываю чувства тяжести кстати почему очень много и я думал может я какой-то такой оказывается просто поддержка свыше тогда становится все понятно я абсолютно точно знаю сколько в физическом теле мне можно существовать почему нет смысла говорить почему и откуда это просто знаю все так поэтому достаточно много еще именно функциональной деятельности понятно что на каком-то этапе мы все будем так сказать эту деятельность как-то прекращать и несмотря на такой не юный возраст я функционирую во всех смыслах очень даже неплохо вот но это лишний раз говорит о том что дано много и я буду это пользоваться этим мне хотелось бы обратиться благодарю вас Елена еще раз напомню дорогие друзья мы сейчас беседу заканчиваем нашу беседу с доктором наук PHD ученым психологом эзотериком Еленой Смирновой а я хотел обратиться дорогие друзья вам которые будут смотреть эту передачу в записи что я благодарен вам действительно от всей души о том что вы находитесь на пути как я это говорю познание эволюции я не буду как я уже написал в комментариях повторюсь подниматься на уровень на котором находятся очень многие желающие находиться на этом уровне я функционирую на фундаменте но я знаю свою цель как существо духовное я это точно знаю и к этому я и говорю к этому и идет речь я буду благодарен тем кто захотят подсоединиться не в качестве вольных слушателей а в качестве людей которые практически хотят чего-то добиться и что-то изменить сегодня время такое сегодня время сати юги как человек который в теме серьезно говорю и очень неплохо в теме просто не надо это демонстрировать я не люблю это демонстрировать вот я могу сказать о том что очень серьезные изменения грядут они идут и мы все находимся в этих вибрациях желательно быть на той стороне водораздела условно да на котором мы находимся и будем находиться пять тысяч лет три с половиной по концепции повторяю видеть это много это не одна жизнь это много жизней вот но тот путь который мы изберем сегодня будет определять последующие годы столетия тысячелетия это очень важный момент я благодарен всем специалистам которые находятся и какой то способности возможно моей их скажем может быть даже и привлекать но они нужны они рано или поздно уйдут мы же это тоже понимаем почему приходят они ну я же силы это ж борьба темных и светлых сил она всегда была она всегда будет ну главное что не ввязываться в эти конфронтационные какие то вот стычки глупые совершенно они забирают энергию вот но изначально почему это происходит с моей точки зрения они и есть наши так сказать зеркала по определению наших учеников и они тоже нужны а есть такое понятие птица феникс каждый раз возрождаясь из пепла она становится все более сильней поэтому это укрепляет это не убирает это не принижает это наоборот укрепляет поэтому надо знать и ставить желательно скафандр вот а уж кто захочет сделать его мягким или жестким но это уже дело наше с помощью наших специалистов в данном случае доктора Елены Смирновой мы можем построить такой скафандр и у нас уже идет курс к сожалению там лимитировано количество людей поскольку с каждым работа идет индивидуально сейчас мы заканчиваем нашу программу и со мной будет такая же индивидуальная работа по измерению ауры которая была сделана ну каких-то там неделю 10 дней тому назад потому что я знаю что меняется я выполняю задание Елены которое мне было дано вчера сегодня мы будем проверять что изменилось всего лишь за несколько часов поскольку для меня это было уже достаточно позднее время а уже в раннее время я нахожусь здесь в офисе потому что там по той территории Новой Зеландии уже достаточно поздно вот Елена благодарю вас за совершенно полезную информацию вот ну будем с вашей помощью соответствовать этой информации всего доброго всего доброго всего доброго так но я потом разделю это все Лен да как хочешь да в принципе можно все можно да ну замечательно только там есть одна вещь которую мне надо убрать я вначале хотел остановиться потом подумал что останавливать я не буду там дата рождения стоит вот это моя дата рождения там стоит но уже поздно мы уже записали то есть если ты показываешь кого-то туда кому-то дата рождения показывать не надо потому что у меня был прецедент после чего я убрал отовсюду мои даты рождения потому что с помощью даты рождения и очень многие астрологи это знают и Сталин изменил дату ты же знаешь очень многие люди меняли дату она неизвестна очень многим людям вот мы не знаем настоящую дату кстати многих людей они изменены даже Клинтона Клинтон шел Хиллари никто не знает время знает дату но время рождения не знает она нигде не прослеживается ее вычисляли только по дочери ее вот можно было примерно определить а я когда-то так получилось мне прислали запись анализа моей даты рождения которая была вообще человек даже не удосужился проверить он взял откуда-то неизвестно откуда чужую дату рождения и начал ее анализировать и начал на меня Ольге Викторовне той самой рассказывать что я не соответствую этой роли понимаешь а речь была о том чтобы сделать школу которая сейчас есть вот то есть я пять раз или больше задавал вопросы можем ли мы сделать меня попросила Ольга Викторовна организовать школу они говорят нет у нас планы это не входит я говорю у вас планы не входит образовывать людей а что входит тогда ваши планы нет образовывать входит но пока не надо их образовывать типа такой у нас другие планы я говорю а сколько потребуется осуществление ну я не знаю это долго так мне отвечают я ей говорю ты знаешь у них оказывается занимает долго ты мне даешь добро я это сделаю быстрее она говорит даю полторы недели у меня заняло чтобы организовать все прописать все рассказать все построить полторы недели у меня одного а там бригада работает команда понимаешь у них оказывается нету времени на это они на меня обиделись и они взяли вот этот прием использовать запрещенный категорически во-первых не имеет это только в россии может быть союзе то есть ни один человек здесь не имеет права без ведома другого человека выкладывать какие-то личные данные надо дать разрешение на это вот как ты просил разрешение не дают его нельзя они же этого не понимают вот здесь бы за это можно было даже привлечь к ответственности серьезно вот но я же естественно не буду это делать но я как она мне ольга ей прислали Ольге Викторовне мол типа с ним нельзя дело иметь и там причем самый ближайший помощник ее ее муж рассказывает так поставленным голосом кто такой Майкл как с ним дело иметь нельзя потому что вот это вот это вот это вот те самые деструктивные элементы те самые темные силы которые почему-то не дали ему возможность посмотреть она везде есть это дата она всегда везде была то есть элементарно ему не дали эту возможность наверное иначе откуда он взял вообще декабрь я в августе родился 31 декабря короче говоря совсем другая дата то есть ни день не соответствует ни месяц не соответствует ни год не соответствует это обалдеть можно и она мне присылает вот этот вот звуковой файл я начинаю слушать и прихожу в ужас зачем кому это надо причем мы друзья как бы с ней с помощником женщина вот мы с ней она мне все говорит как классно Майкл как вы делаете все здорово вот а ее зять руководитель ее зять руководитель вот этой структуры человек будущего называется хороший парень вот хороший парень но он занят многими другими проектами и он на это дело так сказать забил а она теща его это все ведет она менеджер но она не умеет я могу организовывать она просто ведет и все короче она Ольга Викторовна меня и попросила вот я это сделал вот после этого но она сама то понимает что это какая-то чушь даже если бы это правда была от чего она не будет она тысячу раз лучше знает чем астрологи которые на чем-то базируются она имеет прямую если она меня просит она же это знает короче говоря я после этого поубирал везде свою дату понимаешь из всех этих социальных сетей там фейсбук и так далее вот мне вчера женщина сказала моя знакомая из Нью-Йорка она говорит а скажите а вам правда сто лет не сегодня Валентина Миронова спросила а вам правда сто лет я говорю вы хорошо сохранились я говорю ну как да на полном серьезе она мне спрашивает Валентина Мироновна сегодня ну я сам это сделаю я когда при обработке я сам это уберу я могу это хорошо Лен ну все тогда с этим мы закончили мы продолжим или тебе уже поздновато все таки нет мне нормально я думаю что мы продолжим значит я предлагаю сделать тебе и второй замер как ты к этому давай давай да что от меня надо говори мне надо видеть твою картинку а ты ее видишь меня нет нет я не вижу убери показ сейчас вижу все а вот такой вопрос я попрошу тебя потом показывать руку но у меня сейчас вопрос другой про вот этот шар шар вот закрой глаза где он сейчас находится которую ты сфера послал как ты его видишь сейчас есть какие то от него следы или что нибудь он прямо передо мной но не на поверхности не внизу он прямо передо мной висит вот так вот это вот на уровне меня а и достаточно большой очень большой вот но не высоко не вверху не вот прямо прямо на уровне причем он какой то такое даже я бы не сказал что он прозрачный он заполненный цвет больше наверное к оранжевому скажем так но ты его отправлял куда да высшие сущности куда то наверх отправлял его да он был он был прозрачным он был знаешь как вот как аквариум круглый бывает аквариум так я это делал как я представлял себе потому что туда же надо было складывать да мне нужно было туда складывать и как да и что дальше вот ты его отправил что он стал делать в этот час нет я его отправил так и ты попросил и я сказал что как бы вместе с ним вот так и ты мне научила ну что ты видел что он делал что он делал ты сказал вот я его отправляю к Богу да я отправляю вверх и прошу взять контроль над и что он стал делать эта сфера не знаю все то что у меня не было задачи увидеть что было дальше я сделал только то что ты мне сказал сделать а теперь вот он перед тобой изменился да ну когда ты мне сказала я не вижу то что вот мне задаешь вопрос я очень хорошо визуализирую я сейчас могу визуализировать все что угодно все что место даже не открывая не закрывая глаз я могу хорошо а ощущения в теле были какие-нибудь у тебя когда ты его отправил ну на каком-то этапе я тебе говорил позавчера мне даже пришлось взять таблетку поскольку была очень сильная головная боль вот мигрень типа я редко но бывает вот беру таблетки она у меня не проходила до вчерашнего дня особенно я еще опять же смотрел на этого ткаченко ты знаешь он называет слышала выражение ратники да да я хотел написать потом думал не стоит писать знаешь как расшифровывается ра ну те а дальше идут ники ра те ники да да понятно абсолютно там сегодня утром расшифровал это и можно объяснить это а у него не надо связывать с ним больше не надо связывать а у него все ники да у него все ники у меня вопрос все таки к тебе когда ты отослал этот шар у тебя в теле что-нибудь изменилось мне стало легче то есть у меня присутствует и сейчас присутствует присутствует легкость в принципе то есть у меня не болит ничего я себя чувствую вполне нормально единственное что может мало спал потому что без 14 я уже встал а лег довольно поздно хорошо тогда я тебя попрошу просто показывать мне руки ничего не делай ладонь правую покажи и можешь ни о чем не думать просто и подержи все равно не видно да и а в Продолжение следует... Переверни, пожалуйста, на тыльную сторону. Снимать? Не обязательно? Нет, все нормально. На ребро. Продолжение следует... Первую руку. Продолжение следует... Переверни, пожалуйста... Переверни, пожалуйста, на ребро. Переверни, пожалуйста... 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 мне сейчас прислали благодарим, что вы приняли участие в судьбе нашего ребенка ему значительно лучше процветание благоденствия вам вот только что пришло что-то здесь она еще больше да намного это вообще за пределы выходит она еще не полностью гармоничная надо вот понять чем тут дело сейчас посмотрим ну впереди тут как говорится полное благоденствие значит что у нас во-первых с ногами все в порядке помнишь у тебя было не в порядке с ногами да ты кстати не делал упражнения которые я на этом делала от соединения не делал от земли ты знаешь нет прости пожалуйста а во время самого этого на мой медитации я не могу я я должен же это модератор должен быть надеюсь сереже я это все-таки начну уже поскольку мне не надо все это делать одному я пытаюсь риту привлечь теперь уже меня раз в этом плане вот потому что ну никак я пытался но тогда я могу уйти до очень далеко а это не хорошо я не потому что я не потому что пожалуйста ради бога не можешь ничего не делать это мне нужно понимать почему ноги закрылись у меня было две тогда гипотезы первое что у тебя были привязки по нижним центром которые не отработаны а вторая то что был так ты переутомлен очень сильно и физически не доспал и какая из этих гипотез выяснилось что не с привязками это связано потому что ты не деление по отвязыванию привязок а тем не менее у тебя ноги сейчас закрылись то значит у тебя была причина тогда в недосыпи из-за чего у тебя ноги не были до конца закрыты нет то нет я не думаю так а как я по-прежнему не досыпаю я вчера я собирался лечь 9 лег после 11 почти 12 сегодня в 3 40 я уже проснулся то есть я спал 3 часа 40 минут это продолжается почти каждый день я думаю так я думаю что защита и связь с высшими этими самыми закроем да это именно это да эти привязки я согласен но я тоже же знаю кое-чего да вот я считаю что дело не в этом хотя это тоже надо делать а дело в том что я себя спокойно в какой-то момент с этим коченко да который меня конечно очень серьезно пробил там я так полагаю но она заполнилась полностью вот это пробитие полностью заполнилась каким-то образом я не знаю то есть я себя чувствовал вполне нормально вполне естественно более того сегодня написал то что я вот я написал и я я полагаю так что действительно ты права там не идет подключка и защита верхних сил и я стал о чем-то просить я не просил я вообще не очень не люблю просить никого я могу просить один максимум два раза дальше все не обращаюсь я готов сам все делать я не могу я только своих самых близких могу просить поскольку я полагаю так что раз они близкие они должны делать так как я это делал за них а кого-то другого не могу и это все распространяется просто вот я не могу и это распространяется на высших но я понимаю что здесь это это мое как бы эко что значит гордость там какая-то кому она нужна когда речь идет о высших существах вот и я каким-то образом стал наверное обращаться и оно стало работать думаю но по крайней мере то что ты вчера волевым усилием все таки свою ношу жизненную им отдал она должна была тебе восстановить энергию все-таки частично вот видишь как она восстановила ну очень впечатляющая даже и тогда было как бы да серьезно но ты еще не делала анализ по самим чакрам как они открыты закрыты не так они тут открыты на 100 процентов даже разговоров не они потому что больше видишь это желтое яйцо они почти все больше чем я не показываю сейчас твоя картинка я не вижу ты экран не показываешь я не показываю экран а как же так она отключилась момент там был перерыв в интернете поэтому она просто вернула сама по себе так сейчас видно нет нет и подведи курсор и покажи опять в левую сторону пока с экрана а почему так происходит да сейчас видно нет нет а почему тебя написано что ты у тебя лет запись и записываешь ну да мне надо это потом тоже разделите показать я продолжаю это продолжает запись да я потом разделил к естественно все А сейчас ты что-нибудь видишь? Не-не-не, я тебе скажу, когда ничего, та же самая твоя фотография. Ты давай нажми на свою фотографию и только после этого показывай. Ты сама нажми на своего человека букву «Си». Вот. И нажала дальше. А теперь подводи туда в левую сторону зелёную стрелку «Показ экран». Видно, что ли? Нет. Да ты что? А я не знаю, почему. Я всё делаю, как ты говоришь. Ну, не знаю, что там произошло, какой-то сбой. Во-первых, давай ты обнови свой этот самый «Скайп» там. «Скайп» уже обновила я давно. Мы сейчас не на «Скайпе». А я его обновила сразу, как ты сказал. Я нажимаю сейчас на зелёную стрелку. Выходит «Share» и «Cancel». Я нажимаю на «Share», правильно? Да. Дальше. И я продолжаю видеть. «You are screen sharing», говорят. Да. Да. Что ты сейчас видишь? Ничего не меняется. Я тебе скажу, когда изменюсь. А они написаны «Your screen sharing», говорят, у вас уже всё в порядке. Теперь мне надо нажать на что? Ничего не видно. Останови ещё раз и сделай, нажми теперь на мою картинку и сделай то же самое. Попробуй. Нет у тебя никакой «Stop sharing». Сейчас я вижу опять твою картинку. Вот сейчас я вижу тебя. Так, а если ещё разочек? Всё. Видишь сейчас? Нет, ничего не меняется. Не знаю, что произойдёт. Так. Сейчас я вижу тебя. Написано «Stop sharing». Странно. Вот сейчас. Так. Раз. Ты меня слышишь? Слышу. Два. Лена. Да. Сейчас видно, что… Я вообще потерял звук. Ты, наверное, на что-то нажала там? Ни на что не нажала. Я вообще, я пытаюсь всё время одним подживарям делать. Нажимать на зелёную стрелку. Вот сейчас мне что сделать надо? Ты меня видишь? … Делаю. Как видите?